На личный прием к губернатору обратились и Зынзы. Жители дома номер 15 Б по улице Тупиковая давно ждут переселения. Здание на пять квартир 1946 года рождения признано аварийным еще в 2018. До 15 февраля должен быть заключен договор о предоставлении субсидий из областного бюджета. Уже сейчас на первых квартирах, которые переселены в этом доме, заключены муниципальные контракты. По оставшейся четырех квартирах мы планируем в ближайшее время также провести мероприятие. И затягивать до 2025 года мы, наверное, не будем. Завершим переселение этого дома уже в 24-м году. Следующее обращение было уже от жителей областного центра. Старшая по дому рассказала, что дом номер 9 по бульвару Киевскому в Новом городе нуждается в капремонте крыши и отопления. В 2012 году собственники нашего дома подали исковое заявление в Заволжский районный суд городской администрации об обязании сделать капремонт крыши швов и центрального отопления. И уже во время самого судебного заседания представитель городской администрации сделал предложение, то есть мы отказываемся от двух позиций швов и центрального отопления, то уже тогда капитальный ремонт крыши они вне очереди сделают нам в 2014 году. Однако сделано так ничего и не было. Губернатор поставил задачу главе города Александру Балдайкину взять вопрос на личный контроль и до 1 августа доложить о выполнении работ. В селе Юрловка Базарно-Сызганского района жалуются на долгие сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта. Пока жителям приходится ездить в райцентр или же ждать передвижного ФАПа. Строительство ведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области. Завершение работы, ввод ФАПа в эксплуатацию планируется до 1 июля. В декабре были завезены сэндвич-панели на место строительства. Сейчас при сопровождении областного заказчика, прокуратуры, потребчик должен приступить в ближайшее время к работам. И до лета мы должны закончить. Положительно решили вопрос об устройстве освещения на межмуниципальной дороге в селе Тепловка Николаевского района. На километровом участке располагается школа, куда привозят детей из соседних деревень. С учетом того, что школьный маршрут проходит по этому участку, осуществляется подвоз детей на школьный автобус, чтобы 1 сентября освещение было. Также в этом году начнется ремонт в Чуфаровском доме культуры. Запланирована замена полов, дверей и окон, устройство санитарной комнаты и космический ремонт помещений для организации культурно-досуговой деятельности.